Основной целью мероприятия было отделение понятия ислам от терроризма и экстремизма. О том, что между ними нет ничего общего, объясняли наши молодежи Усман Хазарат Печерин и духовные гости из Дагестана. Соступительным словом выступил руководитель аппарата антитеррористической комиссии города Нефтьюганской. Более 70 лет назад мы выиграли Великую Отечественную войну. Наши деды и прадеды считали, что после этой войны наступит мир. Но, к сожалению, настоящее диктует нам реалии, что сейчас происходят те же самые межнациональные войны, территориальные войны. Между тем, оперативная служба констатирует тот факт, что в таких вооруженных конфликтах, как, например, в Сирии, участвуют и граждане нашей страны, вовлеченные в них и обманутые представителями крайних течений ислама. Со стороны террористических организаций участвуют и жители города Нефтьюганска. В том числе молодые жители города Нефтьюганска. Помимо всего прочего, у нас есть уже и те жители, которые погибли в Сирии в ходе этого военного конфликта. Есть жители города Нефтьюганска, которые, скорее всего, либо на длительное время, может быть, навсегда застряли вообще в странах арабского мира. Представитель силовых структур предложил не поддаваться пропаганде насилия, которая применяется с использованием средств массовой информации. В основном через социальные сети и другие интернет-ресурсы. Это слабое звено нашей молодежи. Религия ислама затрагивает каждую частицу нашей жизни, будь то семья, будь то политика, будь то наше здоровье. И верующий человек – это тот, который не наносит вреда. Помогайте друг другу в добре и удерживайте друг друга от зла. Имам Хатыб сравнил веру с навигатором, который должен вести молодых людей по жизни, в том числе быть ориентиром и в семейной жизни. Сегодняшняя встреча очень полезна для молодежи. Очень много было сказано про сохранение семьи, про сохранение добрых отношений между соседями, подразумевается между народами. И очень много было, вернее, был сделан акцент, как должна развиваться семья, что такое семья, что такое духовность для семьи. Гости из Дагестана. Первый заместитель муфтия Республики Дагестан Абдула Аджималаев и представитель отдела просвещения при муфтиятии Али Мазукаев не просто выступили перед молодежью, но и показали презентацию Кодекса Дагестанца, которая помогала глубже понять национальный характер жителей нашего горного соседа. Ильдар Габидуллин, Валентин Цаблин, телерадиокомпания, Юганск.